В регионе Баир-Буджак в Сирии недовеку от турецкой границы турецкими истребителями Эд-16 был сбит российский самолет Су-24. Источники администрации президента Турции сообщили, что самолет был сбит в соответствии с правилами открытия огня в связи с нарушением воздушного пространства Турции. В примере институции Ахмед Давутову, который в прошлый вторник был уполномочен сформировать 64-е правительство Турции, на встрече с президентом Реджепом Тайпом Эрдуаном представил состав нового правительства. Британская газета Financial Times написала, что Европейский Союз склонился перед президентом Турции Реджепом Тайпом Эрдуаном в поиске решения миграционного кризиса. Определена дата проведения саммита Турции и ЕС, темой которого станет миграционный кризис. Генштаб вооруженных сил Турции готовится принять вице-председателя Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерала Пола Селбу, который прибудет в Турцию с официальным визитом. Президент Франции Франсуа Уланг вслед за Сирией терактов в Париже, которые унесли жизни 130 человек, предпринимает международные инициативы по борьбе с терроризмом. В регионе Байбуджак-Сирии, недалеко от редкой границы с турецкими истребителями F-16, был сбит российский самолет F-24. Источники администрации президента Турции сообщили, что самолет был сбит в соответствии с правилами открытия огня в связи с нарушением воздушного пространства Турции. Начальник генштаба вооруженных сил Турции Хулуси Акар проинформировал президента Реджепа Таэтуана об инциденте. Премьер-министр Турции Ахмед Аутулус, в связи с интендентом, провел встречи с начальником генштаба Акаром и министром иностранных дел Семириулу. Пресс-служба аппарата премьер-министра сообщила, что институции по указу премьер-министра предпринят необходимые шаги в рамках НАТО, ООН и в отношении стран, имеющих отношение к инциденту.